Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приехал в Москву. Завтра нас ждет великолепный мастер-класс. И, приехав в Измайлово, и докупив холсты и краски, я увидел замечательный вид вот с этой мельницей. И очень хочется его написать, и чтобы вы повторили этот мастер-класс вместе с нами. Давайте приступим. У нас есть палитра, у нас есть уже выдавленные краски. На морозе всегда работают именно так, а сейчас все-таки уже практически зима. И мы начинаем живость. В общем-то, когда выходишь на подобный этюд, понимаешь, что все нужно делать быстро. То есть, надо быстро одеть шапку, чтобы уши не померзли. Начинаем замешивать цвета. У меня троих в мастер-классе. Вижу горизонт. Фон неба более фиолетоватый. Сразу его загоняем туда именно с этим цветом. Далее оно более зеленоватое. Смешиваем с фиолетовым. Разгоняем. Кисть номер 24. Рядом ездит машина, у нас это не смешает. Синяя, это, судя по всему, ультрамарин. В этот же колер добавляем. Чуть белень побольше. Церулиум. Денис, скажи, а то, что у нас не щетина кисть, а, ну, у тебя, а синтетика оказалась случайно вычуденной кисть, это какие-то дополнительные сложности вызывает? Ну, для меня нет. В принципе, по хорошо забитому холсту все получается замечательно. Вот у нас такая выстнутая небесная растяжка получилась. Дальше. Мельница. Основание. Потому что тут будет строение определенное. Слушай, если можешь, говорить чуть-чуть погромче. Да, конечно. Основание сейчас вот мы сделали специально цветом уже коричневатым. И начинаем непосредственно намечать саму архитектуру. Вот черный у меня сейчас на палитре нет. У меня есть только коричневые цвета. Я их смешиваю с зеленой. Получается, в общем-то, тот оттенок, который надо. Разбавитель. Так, смельницу слегка из-за того, что лопасти будет здесь, смещаем справа. Начинаем намечать. Специально берем тон потемнее, потому что он списывается у нас с цветом неба. Скажи, а какая у нас сейчас главная задача на этом этюде? Это то, чтобы, друзья, вы не боялись выходить на подобные этюды и старались запечатлеть то состояние, которое вы видите перед собой. смелее выходите на этюды. Единственное, что если вы выходите вот именно как раз в холодное время, чтобы вы уже заранее выдавили краски, знали то место, которое вы будете писать. И, конечно же, уже были подготовлены к той композиции, которая вас ждет. То есть вышли уже на заранее присвеленную точку. Наметили тени. конструктивные особенности вот этого сруба. Дальше берем яркие цвета. Это уже то, что у нас попадает в свет солнечный, который есть на мельнице. Тоже достаточно ярко все берем. Желтое, красное. Чтобы показать тон освещенного дерева. Охра. Если приедете в Измайлово и напишите в YouTube с этой же точки, будет здорово. Мы стоим на парковке. Да, мы стоим на парковке. Художник должен уметь работать в любых условиях. Поэтому для нас это не помеха. В чем прелесть данного вида? То, что можно работу сделать достаточно быстро. У нас есть четкий силуэт графический. Мельница, которая очень выгодно смотрится на фоне небесной растяжки. Естественно, до того, как писать лопасти, мы должны написать саму мельницу. Крыша. Она чуть посерее и имеет все-таки оттенок холодного небесного рефлексия. То есть нам вообще-то сейчас необязательно делать мельницу такую, как она есть на самом деле. То есть вырисовывать. Нам главное поймать ее. Да. Но, конечно, лучше всего попасть в силуэт. Чтобы характерности по нему не было. Да, действительно очень много машин. Нас это не смущает, потому что нам очень нравится мельница. Нам очень нравится мельница. Мельница – это всегда символ достатка. У меня, мои прадедушки, они держали мельницы. Правда, они были не ветряными, а водяными. Поэтому для меня это особый знак. А в Голландии, как вы знаете, до сих пор работают мельницы. И они работают на художнике. Они мелят пигменты для красок. И очень качественно. Теневые части. Немножко усилим контраст. Теня. Для этого я прямо смело беру зеленый тон изумрудки икроплак. Смешиваю их вместе с собой. Получается такой очень темный оттенок. Вкладываю его вот в ту небесную подложку, которая у нас уже сделана. И при смешивании красок нижнего слоя с верхним, не боюсь, что у меня темный этот тон потеряется. Скажи, а то, что кроплак, он лисировочный, а изумрудка, она, по-моему, полулисировочная, это сейчас не играет никакого значения? А это, в общем-то, ничего страшного нет. В какой пропорции кладете, смотри. То есть, нужно эти вот моменты рассчитывать. Что с чем смешивается и на какую степень тонна теряется. То есть, видите, мы с вами прошли по более короткому пути, но вначале закатали небо. То есть, мы не стали делать вначале мельницу, а потом обходить ее по силуэту небом, чтобы у нас не было рывков в небе, когда бы мы, если бы небо, писали после мельницы. Намечаем шпиль. В общем-то, шпиль для мельницы тоже очень важен. Я бы даже на него поставил небольшой флигер, хотя его там нет, потому что он показывает всегда направление ветра. Вот дальше здесь идут определенные постройки хозяйственного склада. тканек крыши прилегающих зданий. Они у нас пили. Но тоже такой холодный оттенок из-за того, что небо отражается. Да, да, да. Ну, опять же, где-то частично попадает солнечный свет и на них. Поэтому закладываем оттеночек и вот сюда тоже. То есть вот такой быстрый форсированный этюд на состояние, на отношения, то есть чтобы поймать цвет по отношению к небу. Именно с натурой. То есть чем это цена? Мы смотрим на все своими глазами, а не глазами кодека и фотошопа. И потом, когда мы будем писать, это, скажем, картину более серьезную в стенах мастерской, у нас будет под руками и этюд, и фотоматериал. Фотоматериал для рисунка, а этюд для цветовых отношений, чтобы мы правильно попали в цвет, чтобы нам не мешал именно цвет, который дает фотоаппарат. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас на палитре у тебя было выдавлено достаточно мало красок, например, коричневых и синих, но ты все равно как-то смешиваешь цвета. А как тебе это удается? Ничего сложного в этом, в общем-то, нет. Я просто работаю в той гамме, которая у меня под руками есть. И, естественно, стараюсь уложиться в те цвета, которые есть под рукой. Что-то из желтых, что-то из красных, что-то из синих. И складывается цветовая гамма определенная. Потому что, если вы будете смотреть пленэрные работы некоторых художников, это вовсе не значит, что они просто на 100% попали в цвет. Они создали определенную цветовую гамму, которая очень близка по тону и по цвету к тому, что было в натуре. Но какими цветами они это добились? Зачастую это то, что у них было под рукой. Если даже вы, дорогие друзья, сделаете такой эксперимент, проведите его специально над собой. Посмотрите на какой-то определенный предмет, а потом закройте левый глаз, а потом закройте правый глаз. И вы увидите, что у вас один глаз смотрит немножко холоднее, другой немножко теплее. Правда. Так что, друзья, я вам отвечаю за то, что отец Эйнштейн был прав. Все в жизни относительно. Другое дело, что мы ведь с вами создаем определенную гармонию. А как эту гармонию поймать, как мне с натурой? Я еще хотела спросить, а получается, что ты находишь какие-то новые сочетания красок и у тебя получается какой-то новый цвет? да, в связи, допустим, нет у тебя, например, жены умбры, а ты берешь и смешиваешь изумрудку и там кропат, что-то получается. Да, 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 да. Художник всегда выходит на пленэр, чтобы освежить свою палитру, чтобы дать волю новым чувствам, новым сочетаниям цветовым. Это всегда прекрасно. потому что после этюда и особенно когда художник на него все-таки взглянет в стенах уже дома, он будет... Потому что мы всегда проигрываем натуру, всегда. Маточка природа, она лучше нас это все видит и делает. Но когда вы успокоились, пришли с этюда домой и посмотрели на него свежим взглядом, вы сказали себе «Коже здорово, что я на этот этап пошел». Ну что, теперь, в общем-то, финальная часть это у нас идет новость яницы. Давайте по примеру Сервантаса с ветряными вельницами не бороться, как гонки будут, а все-таки извлекать из них ту пользу, которую они непосредственно предназначены исполнителям. Ты взял тоненькую синтетику, да, уже кругленькую? Это уже тоненькую синтетику. У нас вариант четырехлопастной, синтетику. Такой очень жизненный закон. Когда начинаешь активно писать этюд, рядом как можно больше едет машин. будьте к этому готовы. Не тратьте свои нервы по-напрасну, просто получите удовольствие. у нас подобная мельница есть замечательная деревня Бударвай в Ижевске. Тоже привезенная из обеих районов в Мурки. Слушай, а ты схематично достаточно показываешь, я смотрю. да, потому что конструкция данной мельницы, она не совсем точная, она не стопроцентная, потому что на самом деле то есть как бы лопастей и перекрытий, то есть их больше в реальной мельнице. Это декоративно? Да, это декоративно, конечно, нравится. И больше. Я реально мельницы писал, поэтому... Про мельницы ты знаешь все? Ну, не то, что про мельницы я знаю все. Мне бы хотелось знать про мельницы столько-сколько знал мой прадедушка, потому что был один такой забавный случай. Один раз его пригласили отремонтировать одну шерстобитку. И с молотилкой тоже были такие же моменты. Вот. А там все идет момент на ременной тяге. И на... 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 Таких моментах, которые чисто технические. И пообещали одну цену. Он сказал, да, хорошо, я вам отремонтирую, как мы с вами договорились. Когда они отремонтировали, когда он отремонтировал, и все было завершено, они начали говорить, что, типа, на самом деле, то есть, его труд стоит дешевле. Вот. Он понял, куда дует ветер. А в вопросах мельницы это очень важно, куда дует ветер. он сказал, конечно, никаких проблем. Я согласен с вашей ценой, я понял, что это в самом деле стоит дешевле. Сейчас только я схожу на двор. Он сходил и поменял времени. И когда уехал и те люди запустили шерстобитку у них и молотилку тоже так тоже было. У них все это начало момент верна поплевывать назад. Его догнали и сказали, что в самом деле его тут стоит дороже и нужно заплатить сколько надо. Поэтому вот такой жизненный момент. очень интересная история меня тряпочкой. Да закончилось все это. Ну ладно, ладно. Я знаю, что вот сейчас смотрю и у тебя лопасти они разной длины, разного размера, разной ширины. Это из-за перспективы? Расскажи про это, пожалуйста. Именно из-за перспективных сокращений. Вот такие моменты у нас не были. А как убедиться, что правильного? Для того, чтобы убедиться, что все это было правильно, лучше всего что сделайте перед тем, как выйти на натурный этюд, если вы не обладаете очень большим навыком того, чтобы сразу писать с натурой и попадать в рисунок, сделайте или фотографию, или зарисовку и выйдите на этюд с уже подготовленным рисунком, обведенным акрилом. Тогда вы, когда пропишите то же самое небо, поверх этого рисунка, оно вас будет просвечивать этот рисунок. И по нему уже будете спокойно двигаться с удовольствием в плане графики. Вас ничто не будет смущать и настроение будет хорошо. Поэтому, дорогие друзья, я вам рекомендую такой прием. Ну, в общем-то, для данного этюда я считаю, что у нас задача поймана и на этом можно сделать... Ну, единственное, что вот здесь очень красивые есть моменты еще дерева растущего. Конечно, в близи мельницы на самом деле деревьев-то их нет, но в Измаилово они есть. А так как мы находимся сейчас с вами в Измаилово в Москве и на следующий день после данного этюда нас ждет великолепный мастер-класс. Почему не воспользоваться всей этой красотой замечательного морозного дня в столице нашей города Москвы и показать красоту деревьев. потому что сейчас у нас над помолом зерна работают элеваторы и механические молотники. А все, что есть из исторического уже работает по другим принципам. Ну и, конечно, узнаваемость. Потому что любой этюд, написанный в Москве, приобретает историческую ценность. Еще не став антикваром. Да, еще вот один момент. Давайте все-таки вот, кроме того, что шпиль дальнего здания наметим там звездочка есть очень красивая. Вот. Тенюшечку на шатре. Еще сделаем, конечно, окошко. На самом деле, то есть, вот, данное архитектурное данное архитектурное сооружение находится на достаточно большой высоте. архитектурное и когда я пишу его, сразу вспоминаю работу Веливина и Воснецова, где Иван Царевич, а может быть, даже Иван Дурак, как их вначале зовут, а потом они царевичем становятся, на лихом коне или на осевке бурки допрыгивает до высокого высокого окошка, целует красавицу царевну, ну и получает полцарства. Вот. Скажи, пожалуйста, а то, что вот у тебя небо немножко испачкалось, это же можно потом поправить в мастер-шкале. да, то есть, если даже вы здесь где-то залезли, не стоит себе портить настроение, просто пришли и когда есть возможность дома, спокойно подобрали цвет на палитре и поправили его. Да, то есть, вот такой очень важный момент, спасибо Елизавета, что ты мне это подсказала, потому что это важно, то есть, не стройки из этого трагедии пришли домой, а лучше всего, когда работают в рецептах, и спокойно по-сухому поправили и сделали так, как надо. Просто меня этот вопрос беспокоит, я бы, например, расстроилась, разрызалась. ни в коем случае, ни в коем случае. Вот, вот, в общем-то, такой незатейливый простой ветерик, но я думаю, что он будет очень приятен для вашей работы. Пишите и рисуйте вместе с нами, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш канал в YouTube, на наш сайт, и всегда будете в курсе новых уроков, и я желаю вам творческого роста. Дорогие друзья, завтра мастер-класс, не забудьте, переходите и пишите вместе с нами, тема очень интересная, будем рисовать обманку, и не только на холсте, а попробуем ее еще и на стене. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok